В Одесском биопарке наблюдается настоящий бэби-бум. Всего за один месяц здесь появились на свет кулан, дали потомство африканские коровы в Атосе, а также родился детеныш американского бизона. Одесский биопарк – удивительный мир животных, побывать в котором может любой желающий. И что особенно замечательно, здесь созданы все условия не только для посетителей, но и обитателей биопарка. Может поэтому здесь так часто рождаются малыши. Некоторые уже успели подрасти, например, жираф, малыш, рожденный несколько месяцев назад, уже свободно расхаживает по вольеру. И хотя далеко от мамы Яши он все равно не уходит, видно, что постепенно он приобщается ко взрослой жирафьей жизни. Маленький, да, мы маленького даже стараемся, чтобы он не подходил и не ел с рук людей, потому что все-таки он еще развивается, он питается молоком и уже приступил кушать сено. Начал кушать сено. Если вы бы обратите внимание, для него сделаны кормушечки, соответственно, его росту. Что касается семейной пары жирафов, Яши и Василий, они по-прежнему рады угоститься вкусностями в виде сочной морковки или сладких яблок. Кушает, мило общается, ведь абсолютно не агрессивный. Все это делает очень нежно и, скажем так, с удовольствием. Как зовут? Василий. А вот самым маленьким обитателям биопарка пока и яблоки, и сено противопоказаны. И как положено малышам, питаются они исключительно молоком матери. Так у африканских коров в Атусе родились сразу двое – мальчик и девочка. Это африканская корова в Атусе. В принципе, в Африке их используют как обычных наших коров. Но у них есть удивительная особенность. У них очень большие рога, которые достигают полутора метров. И нужны они для того, чтобы охлаждать организм. То есть в них очень много капиллярных сосудов, которые работают как радиаторы, эти рога. Этот вольер – своеобразный изолятор для новорожденных копытных. Пока малыши не подрастут, им придется находиться здесь, под присмотром мам и сотрудников биопарка. Исключение – малыш бизона. Только ему позволяется выходить, что называется, в свет. И на то есть свои причины. В случае с бизоном мы просто разрешили маме ходить по сафари, потому что там группа бизонов, и это достаточно крупные животные, которые защищают своего теленка. В случае с коровами, то есть их недостаточное количество, чтобы два теленка защитить. И мы немножко, скажем так, поддерживаем их отдельно для того, чтобы телята могли окрепнуть. Потому что, если вы обратили внимание, у нас на сафари ходят и страусы, куланы, верблюды, водяной буйвол азиатский. Поэтому и каждый вид животного защищает свою территорию. И малыш может не понимать, на чью территорию он зашел. И для того, чтобы не было конфликтов и сберечь наше поголовье и потомство, мы все-таки их пока держим отдельно. Имен у малышей пока нет. Сотрудники биопарка ждут, пока новорожденные окрепнут. А вот все остальные обитатели более чем доступны посетителям. И поверьте, больше радости, чем покормить животное из своих рук, ни взрослому, ни ребенку придумать невозможно. Не бойся. Мне, например, нравится. Деток привела, внучек. Старшая, вот она помнит, я сказала, в биопарк она говорит, в зоопарк. Я говорю, нет, в биопарке мы были в прошлом году. А, там, где ехать на маршрутке, там такие красивые животные. Я говорю, да. Ну, здесь ты видишь, как они живут. Вот, например, кенгуру, ты можешь вот сюда вот встать и посмотреть на них прямо изблизи. Прям близко-близко. И прикольно. А те, кто хочет еще ближе познакомиться с миром дикой природы, может принять участие в сафари. И сделать это можно в любой день. Ведь биопарк открыт для своих посетителей ежедневно.